Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами прочитаем главу 13 из хроник Нарнии, которая называется «Неожиданная встреча». Проснись, Дигари! звала Полли. Проснись, стрела! Выросло конфетное дерево, а погода какая! Низкие лучи солнца пронзали лес, трава была седой от росы, серебрилась паутина. Прямо за лошадью и детьми темное небольшое деревце с белесыми шуршащими листьями гнулось под тяжестью густо-коричневых, похожих на финики плодов. — Ура! — закричал Дигари, — только я сперва окунусь! И он ринулся к реке сквозь цветущие заросли. — Доводилось ли вам купаться в горной речке, которая несется через багряные, сизые и желтые камни, а солнце сверкает на мелких водопадах? — Там хорошо, как в море, даже лучше! Конечно, вытереться или обсохнуть Дигари не мог, оделся прямо так. Когда он вернулся к реке, пошла Полли и тоже выкупалась, так она сказала. Но зная, что плавать она не умеет, мы думаем, что она просто вымылась как следует. А Стрела вошла в воду по колено, напилась и заржала, встряхивая гривой. Только тогда дети принялись собирать плоды конфетного дерева. Вкус был не совсем такой, как у настоящей тянучки. Все же плоды сочнее, но похожи и очень хороши. Стрела попробовала, похвалила, но заметила, что на завтрак предпочитает траву. Потом дети не без труда взобрались лошади на спину, и она поднялась в воздух. Лететь было еще лучше, чем вчера. И потому что все отдохнули, и потому что солнце всходило сзади. А все красивее, когда свет сзади вас. Ах, как хорошо они летели! Куда ни взгляни, сверкали высокие горы. Долины зеленели ярко, реки, сбегавшие из гор, были синие, словно под тобою внизу огромные изумруды и сапфиры. Вскоре дети почуяли какой-то запах и стали спрашивать друг друга, а что это? Нет, правда, пахнет? Откуда? С какой стороны? Запах был просто дивный, нежный, сладостный, словно где-то росли прекраснейшие в мире цветы или плоды. Это из долины, где озеро, сказала лошадь. Да, сказал Дигари, смотрите, за озером горы, а вода какая синяя. То самое место, сказали все трое. Стрела стала спускаться большими кругами, воздух теплел, запах усиливался. Просто плакать хотелось, так он был прекрасен. И когда лошадиные копыта коснулись земли, кругом были не скалы и не горы, а густая трава. То был пологий склон. Дети прокатились немного вниз по высокой траве и встали, переводя дух. Оказались они почти у вершины, но на четверть пути ниже, и решили сразу забраться на самый верх. Там наверху стояла живая зеленая изгородь, а за нею росли деревья. Через изгородь свисали ветви, и когда пробегал ветер, листья на них серебрились, даже отливали голубым. Довольно долго дети шли вдоль стены, обошли чуть не всю вершину, пока они, конечно, не увидели золотые ворота, обращенные на восток. Наверное, поле и стрела думали тоже войти в них, но сразу же отказались от этой мысли. Так и чувствовалось, этот сад – это чей-то, и ходить туда без спроса нельзя. Словом, Дигори подошел к воротам один. Подойдя к ним вплотную, он увидел на золоте серебряные строки, примерно такие. Ты, что пришел к воротам золотым, сорви мой плод, отдай его другим. Но если для себя его сорвешь, страсть утолишь и муку обретешь. Отдай его другим, повторил Дигори. Что ж, именно для того я и прибыл. Значит, есть его мне самому нельзя. Но как открыть ворота? Не лезь же через изгородь. Он тронул ворота рукой, и они беззвучно открылись. В саду стояла тишина, лишь слабо журчал фонтан. Пахло так же дивно, все было прекрасно здесь, но совсем не весело. Дерево он сразу узнал, и потому, что оно стояло посреди сада, и потому, что яблоки ярко сверкали, бросая отцвет на затененную землю. Подойдя к нему, он сорвал серебристый плод и положил его в карман куртки. Однако сперва он его понюхал. Лучше бы он этого не делал. Больше всего на свете ему захотелось сорвать еще один для себя. Быть может, подумал он, надпись не приказ, а совет. И вообще, я же сорвал яблоко для других. Какая разница, что я сделаю с остальными? Размышляя об этом, он ненароком взглянул сквозь ветви и на верхушку дерева. Там над его головой прикорнула прекраснейшая птица. Я говорю, прикорнула, потому что она то ли спала, то ли нет. Один ее глаз был закрыт, не совсем плотно. Казалось, она побольше орла. Грудка ее отливала золотом, хвост пурпуром. На голове олел хохолок. В таких местах, говорил Дигари позже, рассказывая обо всем этом, надо держать ухо востро. Мало ли кто за тобой следит. Однако, я думаю, он бы и сам не сорвал яблоко. Должно быть, всякие прописи, скажем, не укради, вбивали тогда мальчикам в голову крепче, чем теперь. Хотя, кто знает. Он повернулся, чтобы идти обратно, огляделся напоследок и замер от ужаса. Он был не один. Неподалеку от него стояла колдунья. Она как раз отшвырнула сердцевину только что съеденного яблока. Губы ее были выпачканы соком, потому что было очень темным. Это было страшновато, и Дигари смутно начал понимать строку о страсти и муке. Колдунья казалась еще сильнее и надменнее, чем прежде. Она торжествовала, и все же лицо ее было белым, как соль. Мысли эти мелькнули в его мозгу, и он уже летел к воротам, а колдунья гналась за ним. Как только он выбежал, ворота закрылись сами собой, но не успел он добежать до друзей и крикнуть, «Полли, стрела, скорее, как колдунья!» Перемахнув через стену, нагнала его. «Стой!» — крикнула он, повернувшись к ней лицом. «Стой, а то мы исчезнем! Не подходи!» «Глупый мальчишка!» — сказала она. «Зачем ты от меня бежишь? Я тебе зла не желаю!» «Подожди, послушай меня, иначе еще пожалеешь!» «От меня ты узнаешь то, что даст тебе счастье на всю жизнь!» «Не хочу, спасибо!» — сказал Дигари и остался. «Я знаю, что тебе нужно!» — продолжала колдунья. «Я слышала вчера вашу беседу, я все слышу!» «Ну что ж, яблоко ты сорвал, оно у тебя в кармане! Ты не тронешь его, отнесешь льву! Он его съест, он обретет счастье и силу!» «Простак ты, простак!» «Да это же плод вечной молодости, яблоко жизни!» «Я съела его и никогда не умру, даже не состарюсь!» «Съешь его сам, съешь сам, и мы будем жить вечно и станем править любым миром, если хочешь, твоим!» «Нет, спасибо!» — сказал Дигари. «Навряд ли мне захочется жить, когда умрут все, кого я знаю! Поживу сколько надо, умру и пойду на небо!» «А как же твоя мама? Ты говорил, что очень любишь ее!» «При чем тут она?» — сказал Дигари. «Да неужели ты не понимаешь, глупец, что яблоко исцелит ее?» «Оно у тебя, мы одни, лев далеко! Вернись домой, дай матери откусить кусочек, и через пять минут она поправится!» «Ей станет легче, она заснет без боли, без лекарств, подумай об этом!» «На утро все удивятся, что она здорова, все станет у вас хорошо, вернется счастье, и сам ты будешь таким, как другие мальчики!» «Ой!» — задохнулся Дигари, словно ему стало больно, и приложил ладонь ко лбу. Теперь он знал, что перед ним самый страшный выбор. «Что сделал для тебя этот лев?» — продолжала колдунья. «Почему ты служишь ему? Что сделал он для тебя, и что он сделает тебе? Подумай, что сказала бы твоя мать, узнай она, что ты мог ее спасти и не спас! Отец твой умрет от горя, а ты предпочитаешь служить какому-то дикому зверю в диком краю!» «Он не дикий зверь!» — еле выговорил Дигари. «Он, я сам не знаю, он хуже зверя!» — сказала колдунья. «Смотри, что он сделал с тобой! Смотри, каким ты стал по его вине!» «Таким становится всякий, кто его слушает!» «Жестокий, безжалостный мальчишка! Мать умирает!» «А ты...» «Перестань!» — еле слышно сказал несчастный Дигари. «Что же, я не понимаю!» «Но я дал слово!» «Ты сам не знал, что говоришь!» — сказала колдунья. «Мама!» — с трудом проговорил Дигари. «Не хотела бы, чтобы я...» «Она учила меня держать слово и не красть!» «И вообще, если бы она была здесь, она сама сказала бы мне, что яблоко брать не надо!» «Зачем же ей знать?» — почти пропела колдунья. Трудно было представить себе, что ее голос может звучать так сладко. «Не говори ей и папе не говори!» «Никто в твоем мире ничего не узнает, и девочку с собой не бери!» Тут колдунья сделала непоправимый промах. Конечно, Дигари знал, что Полли может вернуться сама, но колдунья этого не знала. А самая мысль о том, чтобы бросить Полли здесь, была такой мерзкой, что все другие слова колдуньи сразу же показались подлыми и фальшивыми. «Как не худо было Дигари!» — он сказал громко и четко. «Тебе-то что? Какое тебе дело до моей мамы? Что тебе нужно?» «Молодец, Дигги!» — услышал он голос Полли. «Скорее, бежим!» «Понимаете, она молчала все время, ведь это не у нее умирала мать!» «Бежим!» — повторил Дигари, помогая ей влезть на спину, стреляя, и вскочил туда вслед за нею. Лошадь расправила крылья. «Что же, бегите, глупцы!» — крикнула колдунья. «Ты еще припомнишь меня, несчастный, когда будешь умирать! Ты вспомнишь, как отверг плод вечной юности! Другого яблока тебе не даст никто!» Они едва расслышали сверху ее слова, а она, не тратя попусту время, направилась по склону горы куда-то на север. Встали они очень рано, в саду пробыли недолго, и поле со стрелой решили, что будут в Нарнии засветло. На обратном пути Дигари молчал, и они не решали с ним заговорить. Он сильно мучился, порой укорил себя, но, вспомнив слезы ослана, понимал, что иначе поступить не мог. Стрела летела целый день, все на восток, вдоль реки, между высокими горами, над лесистыми холмами, над водопадом, ниже, ниже, туда, где тень скалы покрыла леса Нарнии. Когда закат обогрел небо за ними, все трое увидели внизу много самых разных существ. Различив среди них ярко-золотое пятно, стрела стала спускаться и, наконец, встав на ноги, сложила крылья. Дети спрыгнули на землю, и Дигари увидел, что звери, сатиры, нимфы, гномы расступились перед ним. Тогда, направившись прямо ко льву, он протянул ему яблоко и сказал, вот оно, аслан.